Здравствуйте, с вами программа Время Икс. Меня зовут Ксения Вишневская. 7 июня в России отмечают день краудфайдинга. Более подробно на эту тему мы поговорим с нашим гостем, рок-музыкантом, гитаристом группы Сатисфакция Сергеем Сорокиным. Сергей и снова здравствуйте. Привет. Я тебя не просто снова здравствуйте, поздоровалась с тобой, потому что недавно относительно ты был в нашей студии, как раз рассказывал, как все это работает, как вы решились на этот шаг и самое главное, каких успехов вы уже на тот момент достигли. Давай уже подытожим и скажи вот на данный момент, что происходит, как это все сработало, доволен ли ты результатом. Ну и самый главный вопрос, который я тебе задам, когда мы услышим этот новый альбом. Много вопросов. Прости. Как могла. Буду последовать. Значит, во-первых, естественно, всех с этим праздником. Он, конечно же, не какой-то там особый и там все его ждали, но то, что он есть, это уже неплохо. Причем с 2015 года. Тем более с 2015 года в России. Да, а так 20 лет вообще в Америке он там. Да, это все классно, это абсолютно правильная инициатива, люди друг другу помогают. Я хотел сказать, должны помогать, но будем так, другую риторику. Помогают, это хорошо и отмечают это дело. Второе. Мы, подчеркиваю, не я, а мы, наша группа, мы запустили этот проект и закончили его положительно, то есть успешно. То есть мы собрали определенную сумму на запись нового альбома. А случилась запись, кстати, в Москве? Обязательно, конечно же. Мы сотрудничаем с гениальным, с гениальным саунд-продюсером. Он сейчас территориально находится в Москве, сам он не москвич, но это неважно. Он гениальный человек, с которым у нас все идет, ну, настолько классно. Тьфу, где-то дерево, не знаю, стучать. Потому что вот редко бывает так, что находишь того человека, с которым приятно и нужно работать. Не со всеми людьми нужно работать. Тут есть люди, с которыми не нужно работать. Нужно заканчивать там на каком-то этапе, когда ты это понял. Условно тебе делают потолок, ребята. И нужно понять, что все, надо заканчивать. Я смотрю, ты с опытом таким. Ты это говоришь прямо так от души. Ну, естественно, я же сам ремесленник, по высшему счету. И, естественно, нужно найти человека, с которым тебе комфортно работать, который понимает четко, что тебе нужно. И у вас там с ним, грубо говоря, сплетение душ. Вот в данном случае с нашим саунд-продюсером это на 100%. У нас 100% это самый тот человек, которого я искал, именно я его искал и нашел. И слава тебе, Господи, и ему приятно. Он знает, как говорится. Так вот. И положительно мы закрыли этот проект. Практически все лоты мы раздали, которые мы должны были раздать по проекту. Некоторые лоты они раздали, потому что они связаны с выпуском альбома. А напомнил по поводу лоты. Потому что сам проект подразумевал подарки. Да, подарки, лоты. Так они называются на проекте. Лоты. Вот. Хоть это, естественно, не аукцион, но так назвали, да и ладно. В общем, в чем суть? Когда мы создаем проект, мы пишем, заявляем какие-то подарки, так будет проще, для людей, которые будут участвовать. Ну, грубо говоря, будут помогать нам за это получать какие-то бонусы. Вот, условно, человек захотел себе футболку и помог нам. При этом мы, естественно, по окончании этого проекта, мы ему отправляем футболку, которую он заказал. Там все четко. На платформе все грамотно сделано так, чтобы не ошибиться. Все там. Адреса записи, телефоны, размеры. Ну, короче, по каждому лоту все отдельно. Вот. И вот все эти лоты нами были направлены их владельцам. Но есть некоторые, которые связаны с выпуском альбома. Ну, условно говоря, сам альбом, там, цифровая версия альбома, или, там, носитель с альбомом. Ну, вот все такое. Или, там, в комплекте, где, там, допустим, была футболка, там, или толстовка, и носитель с альбомом, или электрон. Сергей, у меня вот такой вопрос назрел. Скажи, эта платформа же позволяет проанализировать вашу целевую аудиторию непосредственно, вашего зрителя, вашего слушателя, вашего фаната. Так ли это? Возможно это сделать посредством... Потому что есть же обратная связь же, в любом случае она присутствует. Проводился ли такой анализ? Мысль понял я. Но эта платформа не для этого, однозначно. Естественно, есть там обратная связь дополнительно. Можно. Ну, условно. Скажем так, у нас такой задачи не было. Мы это дело не изучали, но, как ты вопрос задала, я понимаю, что это можно, но это не то, чтобы там прямо нужно. Это понятно, что кто, что, куда, зачем. Ну, это, грубо говоря, видно из других статистических данных, кто откуда нам у нас в фанатах находится. Ну, условно говоря, там, по географии, или там, по поводу признаку, или по возрасту. Ну, кстати, вот по поводу фанатов хотелось бы очень остановить. Потому что вашей группе уже много-много лет, и вы постоянно, ну, вы все равно постоянно, у вас уже есть достижения, есть ваши фанаты, есть ваши люди, которые всегда с вами ходят и следят за ним. Кто они? Господи, это всего-навсего такие же люди, как и мы с тобой. Да. Вообще, естественно, есть кто они. Это люди, которым интересна наша музыка. Во-первых, самое главное, это музыка. Вот. А во вторую очередь, естественно, наши фанаты с нами растут. То есть мы, когда начинали наши песни исполнять, так скажем, тогда еще не было возможности их записывать там всячески, туда-сюда. В общем, мы выступали в большей степени. И, естественно, у нас появлялись какие-то слушатели наши, в основном, естественно, севастопольские. Потом, когда уже появился интернет и стала всю эту возможность распространять, появились и другие люди из других городов. Но это, естественно, молодежь в первую очередь. Ну как, сейчас это уже не совсем молодежь. Но из тех фанатов, которые с нами выросли, это уже люди примерно нашего возраста. Ну хотя мы тоже, по сути, все музыканты, рок-музыканты, тем более наполовину дети. А может даже больше. Они все время играются, что-то там. У них у всех там веселье и все, песни. Но вы растете, и растет подача энергетики совсем другая? Конечно. И содержание растет, и, естественно, подход растет, все растет. Если это людям интересно, допустим, как нам, то и мы хотим сделать все это лучше, мы хотим развиваться в этом плане, и просто-напросто хотим делать музыку лучше, чем мы делали раньше. То, естественно, оно все изменяется, и качество становится выше, мы надеемся. И подход другой, и наполнение другое. Ну, в общем, в целом, как и везде, по сути. Сереж, я слышала, что у вас какие-то изменения произошли также внутри коллектива. Да. Кто-то в вас ушел, кто-то пришел. Расскажи, что происходит на данный момент, и как вы себя чувствуете? Чувствуем себя замечательно, безусловно. Самое главное, чтобы коллектив дальше двигался и развивался, нужно, чтобы внутри было абсолютно все хорошо. Да, у нас произошли изменения. У нас ушел басист, ушел гитарист. Басист, теперь сейчас у нас другой басист. И, ну, с тех времен, как мы совсем были в неизменном составе, с тех времен появилась еще клавишница у нас. Ну, в общем, по сути, самое главное, что имеет значение, а я убежден, и мы убеждены, что самое главное, чтобы корабль плыл. Когда мы делаем музыку, и нас слушают, и людям нравится, то, по большому счету, ну, помимо фронтмена, Вани нашего, кто там что исполняет, это, по большому счету, наверное, не самое главное. Естественно, это важно. Естественно, все люди, которые с нами были все эти годы, это наши друзья, что по каким-то причинам мы разошлись, там все это, естественно, важно. Все мы люди, это отношения человеческие, все. Но с точки зрения музыки, с точки зрения, ну, если так можно выразиться, продукта, это отходит на второй план. Когда, ведь мы никто не знаем, что там происходит в составе, там, ну, условно, у Аэросмит. Ну, знаем определенные степи. Много чего происходит. Много чего происходит, да. Кто-то приходит, кто-то уходит, что-то еще. А вот фронтмен есть, и вроде как и группа есть. Поэтому я бы не заострял внимание на этом, хотя это часть нас. Ну, пусть это будет часть нас и внутри, чем это будет как-то ставиться на главный вопрос, и, в общем, это обсуждаться в большей степени. Главный вопрос, все-таки, мне кажется, как для ваших слушателей, для ваших фанатов, когда же мы услышим тот самый альбом, и когда вы его презентуете, хотя бы приблизительно, я понимаю, что сейчас сложно как-то прогнозировать, и делать какие-то, ставить какие-то определенные сроки, тем более, что мы наверняка тебя пригласим под эту всю презентацию. Но все же, когда ожидать? Главное, как сказал один поэт, главное верить. Это уже хороший начало. Я с ним согласен абсолютно. Это наш девиз по жизни. Верить в то, что все будет. Ну, это все шутки. Конечно, мы хотим выпустить релиз, сделать до конца лета. Это вот прям так вот релиз. Презентацию чуть позже. Есть, ну, не скажу куча технических моментов, но есть определенные технические нюансы, которые не позволяют сделать все так быстро и быстро все так, как хотелось бы. Ну, это опять же нюансы. Это опять же никому не нужно. Всем вот нужно вот давай. Когда будет альбом? Альбом будет в этом году точно. Короткий вопрос с коротким ответом, так как время у нас уже подходит к концу. Будете ли вы обращаться к этой же платформе и по этой же системе, собирать деньги на второй альбом на этой площадке? Обязательно. Обязательно будем. Коротко не отвечу, но отвечу обстоятельно. Значит так. Второй, следующий альбом, точнее, следующий альбом, его нужно сначала задумать, а потом выпускать. Значит, естественно, у нас планы на него есть. И, естественно, глупо было бы не обращаться к этой платформе, к этому принципу взаимодействия музыканта и слушателя. Не обязательно музыканта, может быть, кто угодно. Писатель, художник, режиссер, кто угодно. В общем, глупо было бы не обращаться, потому что это в первую очередь определенные средства коммуникации между нами и нашими слушателями. Во вторую очередь, это действительно реально поддержка и помощь от тех же слушателей, которые понимают значение вообще этого всего. Потому что в наше время, прямо скажем, это и неплохо, приходится всего добиваться самим. Это хорошо абсолютно, когда трудности преодолеваются, получается именно то, что нужно. Но это действительно как минимум оттягивает во времени то, что хочется выпустить сейчас. Вот если у нас есть, допустим, материал, и мы хотим выпустить сейчас, мы не можем, потому что средств нет. Поможете, соберем быстро, сделаем, выпустим. Вот поэтому мы по-любому будем делать так же. По-любому будет следующий альбом, следующий. И по-любому музыкой мы будем заниматься, заниматься. Еще раз заниматься. Это прекрасно. Сереж, ну по вашему примеру, можно сказать, что эта система, эта платформа работает у нас в России и очень успешно. Успешно абсолютно работает. И все просто. Все просто. Самое главное – это люди. Даже в названии, в этом длинном английском слове заложена как часть слова толпа. Люди. Вот без людей, без инициативных людей, тем более, вообще ничего невозможно. Вот в любой области невозможно. И, естественно, эта сама по себе идея была обречена на успех. Когда кто-то там когда-то ее придумал, сначала там собирали, грубо говоря, на носки бабушки, а потом начали собирать на, условно говоря, на выпуск большого кино. Естественно, это будет действовать, потому что это нормально, когда люди друг другу помогают. Это естественный процесс. Мы просто немножечко начинаем забывать об этом, мы каждый вертятся. Спасибо тебе огромное, что ты пришел, и за то, что уже в скором времени мы услышим ваш альбом. Обязательно. Спасибо вам. У нас в гостях был гитарист группы «Сатисфакция» Сергей Сорокин. Мы на этом с вами прощаемся. Это была программа «Время Икс». «Сатисфакция» Сергей Сорокин. «Сатисфакция» Сергей Сорокин.